Музыка Здравствуйте! Спасибо, что пришел, что согласился встречаться с нами сегодня в Московской консерватории. Это ваш дом? Да, Гумануат. Когда и где вы родились? Ой, родился я давно уже. Лет 50 назад. В Таджикистане. Тогда был Советский Союз, но в Республике Таджикистан, в городе Душанбе. Семья была такая интернациональная. Мама русская, отец таджик. В общем, советская хорошая семья. Ну, правда, там были некоторые перипетии, после которых мы с мамой остались вдвоем. И, фактически, то, что впитано из культурного пласта, такого народного, в основном, это, конечно, русская культура. Но, тем не менее, так как я большую часть молодости и детства провел в Таджикистане, то все эти ритмы народные, таджики, они все время окружали, все время звучали в быту, на радио, и волей-неволей это все впитывалось и как-то преобразовывалось. И поэтому даже в нынешнем творчестве какие-то мотивчики все равно откуда-то непонятно проскали. А как было жизни? В детстве, в семейной жизни, как это было? Ну, в семейной жизни, могу сказать, что у моей бабушки было шесть детей, и нас двенадцать внуков. Так что семья была веселая, музыкальная. Мои тетки, они две тети, мои родные, они близняшки, великолепные были музыкарши, закончили училище. Но что интересно, был до того абсолютный слух, что то, что они не знают нотную грамоту, выяснилось только на втором курсе училища. И на чем играли? На фортепиано. Фортепиано, но и закончили как хоровички, хоровое отделение. То есть, и всю жизнь работали с хоровыми коллективами. Все это в душам бе. Это все было в душам бе. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Жизнь музыкальная. Жизнь, как я вижу. Там было интересно. Это было в школе, училище. Конечно. И училище, и театр оперы и балеты шикарный. Тогда замечательный был состав. И оркестр. Я помню, это было откровение, когда впервые меня мама туда привела на Лебединое озеро. Я очень был поражен всему этому действованию. Но в основном поразился, когда с дьяволом этот черный лебедь провалился. С дьяволом это был. До сих пор помню, аж мурашки похожи. Так что все оттуда. Это тогда, то было впечатление, которое было очень, очень... До сих пор вспомните? Да. Это была, как это сказать, это была вспишка. Тогда как это, чтобы вы стали музыкантом или... Нет. Вспышки пока еще не было. Хотя я очень хотел бы заниматься в музыкальной школе. Ну, тем более семья музыкальная. Фактически все, кроме моей мамы. Одна моя мама только библиотека и двое дядей родных. Они тоже по другим специалистам. Остальные все музыканты и моя бабуля. Она не знает тоже удобной грамоты. Прекрасно играла на балалайке, на гитаре, пела. То есть, все это с детства как бы было предназначено, что надо идти в музыку. Но когда я поступил в музыкантную школу, там выяснилось, что я уже не хочу такой музыкой заниматься. Когда пошел бах, инвенции, черни, то есть все-все, настала тоска. Я с боем за это только благодаря маме. Она настояла, что будешь заниматься. Вот закончи, а потом иди куда хочешь. А так я хотел уже уходить. Все, все. Мальчишки в футбол играют. Какая музыка. Чего? С инвенцией ни в коем случае. Это более-менее сколько вам было лет? Ну, семь лет я поступил. Сразу же мне отбили все желания почему-то заниматься. И где-то уже в седьмом классе, могу даже сказать, на что повлияло. Вдруг я услышал шестую симфонию Чайковского. Особенно последнюю часть. И все. Мурашки по коже. И все. Я сказал, надо поступать лучше еще. Все и так далее. Как-то и какой-то интерес к сочинительству пробудился. Встал вальсы какие-то там в стиле... А у композита это было сразу? Да, как-то вот эта шестая симфония вдруг меня подвигла на вальсы. Штроус. Пожалуйста. Как я понял. А потом в Москву когда? Нет, я не думаю. Потом, значит, я поступил в училище. В училище я занимался просто, могу сказать, как зверь. Так мне было все интересно. Но тоже до третьего курса. Просто днем и ночью занимался. И как-то пошло у меня сочинительство. Но в основном нацеливали на то, чтобы сочинять именно в национальном ключе. Что именно национальные таджикские ритмы были. Но мне это не всегда даже хотелось. Хотелось, потому что я чувствовал, что я могу тему писать. Причем европейские такие темы. Но там они были не нужны. Абсолютно. И как-то от третьего курса у меня немножечко интерес пропал. Но потом понял, а что? Надо в консерваторию. Чего же не останавливаться в московскую. И тем более, что тогда был директор училища, некто такой композитор Шадмон Пуладин. И он был знаком с ассистенткой Татьяной Алексеевной Чудовой Хрениковой. И он при мне позвонил, говорит, Таня, вот приедет мальчик, послушай его. Смотри, Тихо Николаевич, как там чего. И я вот на четвертом курсе приехал в консерваторию Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна повела к Леману сначала, потом к Тихо Николаевичу. Тихо Николаевич, послушай, у кого ты меня устраиваешь. Если сдашь сольфеджио, все что надо, все, я беру тебя в класс. Я окрыленный, приезжаю к Душанбе, всем говорю все. Причем студентов же, закончивших национальные вот эти среднеучебные заведения, им давали как бланш, потому что давали направление к национальному кадру. То есть ты с тройками спокойно мог поступить. Главное, чтобы двойку не получили. Да. И учиться. Я думал, что ну раз я заручился такой поддержкой, все. Мне сказали, да, мы тебе дадим направление. И вдруг я выясняю в министерстве, значит идет распределение. И говорят, мы даем тебе направление, но не на композиторский, а на музыковедческий. Что я категорически не хотел. Я говорю, а как же так? Ну ты понимаешь, сын председателя союза композиторов, мы ему даем, а тебе одна музыка есть. А потом перейдешь, подумаешь. Я говорю, нет, не годится. Не годится. Но взял, скрипят зубы, взял, а подал здесь на композиторское. Устроили скандал жуткий. Всегда с такими студентами ехал представитель от республики, чтобы проталкивать в случае каких-то конфликтных ситуаций. Я как сейчас помню Сергея Назаровича. Это был Назаров. Он, значит, тут же нас поселили в общежитие на Мало-Грулинских. Ну, в абитуриентах. И, значит, вахтерша лежит в абитуриент Турсунов. Вас, значит, вызывает в баспрест от Таджикистана. Там что-то срочно. Я прихожу. И там мне такой скандал. Как ты мог? Мы тебе дали направление. Что такое от республики? Никаких проблем. А ты самодетелем все занимаешься. Все. Республика от тебя отказывается. Я говорю, хорошо. Буду поступать своими силами. И задаю на 5 баллов. За всю историю Таджикистана это была одна пятерка. За всю. Пятерка. И когда я шел на второй экзамен, стоял Сергей Назарович, вот у памятника Чайковского, с каким-то туркменским представителем, он говорит, и кинулся в объятия. Это наш. Это наш. 5 баллов. Спасибо. Я говорю, нет. Вот теперь уже не ваш. А мир тогда, как я говорил, мир был мудрой. Это только другая. И все. Чтобы попасть сюда, была нужна помощь? Была нужна официальная помощь? Ну да. Просто так. Потому что я знал, допустим, с Армении я учился с потрясающим музыкантом Юра Аганесов. Пианист. Он два раза поступал, он не мог. Первый раз провалил просто историю. Хотя все были пятерки. Он играл как бог. Но в результате только со второго раза мог сюда поступить. Потому что, конечно, это немыслимо было. Я сам даже до сих пор как-то не понимаю, каким образом так видно. Была какая-то харизма, что так хотелось что-то было. Потому что, в принципе, я был не очень готов, если честно говоря. На консультациях, когда мы писали трехголосный диктант. Алексеев, по-моему. Алексеев, да, как сейчас помню. А он диктантный трехголосный писал. Так он нажимал на педаль в бешеном тыпе, такой с улыбкой, фронтовик. Ну как? Запомнили? Это был ужас. А Цейншовцы, после второго проигрывания, рука поднимается. Все написал, написал. Я думаю, куда я попал? За чик. За чик. Но в результате все равно, как-то на троечку. И сразу главный предмет, сначала было не по композиции или нет. Главный предмет – композиция, да? Ну для меня всегда композиция была. Сразу у Хрейкова? Да, сразу у Хрейкова. Как была учеба у него? Какой у него была методика? Как он был человек? Какой он был человек? Ну, человек был просто замечательный. Добрейшей души. Хотя многие говорят, что не очень добрейшей. Но я видел только от него теплоту и исключительное добро человеческое. Занимался он как? Ну, у него было два ассистента. Вот Татьяна Алексеевна и Александр Чайковский. Вот сейчас художественный руководитель. И в основном все какие-то технические такие работы там. Ну, в общем, композиторская техника, обладевание этой техникой лежало на них. И студенты выбирали либо ходить Татьяне Алексеевне, ее методика, либо к Александру Владимировичу. Ну, я побывал сначала у Татьяны Алексеевны. Понял, что это не мое. Александр Владимирович мне был ближе. Ну и вот и после каких-то технических, уже когда сочинение было более-менее готово, мы шли к Николаевичу. Тогда он в класс собирался вечером, после союза композиторов, после всех общественных дел приходил. Но он, интересно, он говорил всегда все в целом, но какие-то очень такие правильные вещи. Допустим, я запомнил, когда это, я сейчас пользуюсь до сих пор этим, безжалостно вычеркиваю, вот эту страницу, вот эту, вот эту. Ну как же так? А вот вычеркивай, потому что это мусор, это какие-то прям такие вещи глобальные. Я понимаю, что он был прав, хотя жалко было, ну как же это твой материал. А потом, когда смотришь, это лишнее. Их вот эти куски. И потом еще одна деталь очень у меня такая смешная. Но он был очень занятой человек, уставший. И там, и там, и там, и там, везде честная нагрузка. И конечно он вечером выматывался. И вот играет, допустим, какой-то студент играет, играет, перелистывает страницы. И я вижу, как он засыпает, 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 засыпает. Но в нужный момент, когда надо перевернуть страницу, он просыпается, переворачивает. Причем не зная произведения, но это же новое, ну как? Вот именно в нужный момент, видно темпоритму, все это, когда он чувствует, открывает глаза, переворачивает, и потом. В основном, занимаясь на рояле. Играли друг для друга. И он сам корректировал, он сам играл для вас, когда хотел показать. Нет, это он все на ассистентов. Это ассистентская работа была. Чисто так уже какая-то доводка целого сочинения. Ну и вещи какие-то отдельные, он говорил. А в какие-то детали, подробности он у меня не вдавался. Особенно. Какие-то истории о нем, какие-то воспоминания, которые может быть интересны для нас, для музыкантов, которые его не знают лично? Ну я могу рассказать историю, которая со мной произошла. Потому что у меня не все гладко было в консерватории. На третьем курсе, на четвертом курсе, произошла некая такая вообще житья история, после которой меня и моего соседа просто исключили из консерватора. Но соседа восстановили, потому что за ним был кое-кто. А я поехал в армию просто, после армии приехал восстанавливаться. Так вот я приехал после армии, с хорошей характеристикой, сержант. То, все, два года, в степи, в казахстве. И к Леману, он говорит, а бабушка, все хорошо, мы тебя примем. Надо подождать, вот там, то, то, то. Я жду неделю, вторую, третью. Ничего не происходит, никакого восстановления. И Дух Николаевич, он магнилистом, ой, Паша, я рад, в общем, все в порядке. Отчеты, все, я уже звонил, все будет в порядке. Ну, жду. В общем, прошло полгода, полгода прошло, никаких подвижек. Я уже, денег у меня, естественно, нет, ничего нет, живу у друга в деревне. Что делать? И вдруг, из каких-то дней, в консерватории, уехал Затирадский, сел, сел. Знаете, да? И говорит, я встречаю, сел, 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 ну, как же так? Он говорит, понимаешь, такая штука. Шибалин восстанавливается. Его бабушка звонила. Ну, ты представляешь, два человека, чтобы восстановить, это не мысльно. Давай, мы его восстановим. А потом тебя. А у меня эта перспектива. А что делать? Как? Я же не москвич, все, где-то жить надо. Что-то как-то все, все ломалось. И я в этот же день опять привлеком к Тихону Николаевичу. У него совещание в этом кабинете, в Союзе. Жду, жду. Кстати, очень запомнил, вместе со мной сидел за Цепин. У него были проблемы тоже, он же из Парижа. Из Франции приехал, тоже ему надо было восстанавливаться в Союзе. Ждал тебя. Давайте. Ну, в общем, первого его запустили. Там что-то они поговорили буквально недолго. У него там было совещание, там их много было. И под конец, смотрю, все они выходят, все красные, разгоряченные. Смотрю и сел, сел, что-то. Тихон Николаевич говорит, Паша, а ты почему на занятия не ходишь? Я же, я говорю, а меня не восстановили. Как не восстановили? Я пошел во банк. Я говорю, вот сел, сел, что сказал, что сначала шабалина восстановят, а потом меня сел, сел, что наливается красной краской. Ты зачем такое говорить? Ну, вы же так сказали. Тихон Николаевич так сырнул на него, тот шляпу нахрабучил и так бочком бочком вышел из кабинета. А Хридников сел вот так, как сейчас помню, сел на стол, взял телефон, лично позвонил Соколову, ректору. И при мне поговорил. Говорит, ну все, завтра утром заколола. И фактически вопрос не решения. Вот это говорит о его просто человечности, без всякой заморочки. То есть меня продинамили фактически полгода, а человек решил, не зная, что меня динамили. Просто мне не предполагалось, что такое. Решил этот вопрос в две минуты. И таких историй много. Многим так помогло. Кто у вас... Какие ваши коллеги? О ком вспоминаете? Хорошие коллеги или друзья? Ну, друзья, у меня до сих пор очень хороший друг Сергей Макеев, консерваторский. Замечательный пианист. Он закончил как музыковед, но потом ушел в джаз, работал в таких известных коллективах, как «Голубые гитары». А сейчас он и создал свой ансамбль «Эдельвез», «Джаз квинтет» и работает пианистом Станиславского Новегородича Даджина. И у Швыдкова сейчас в мюзикле. Первый мюзикл он открывал, вот театр Швыдкова. Фактически Швыдков позвонил ему, потому что он великолепно разбирается в джазе. И попросил его быть дирижером и консультировать в аранжировках. Вот этот спектакль «Времена не выгорает». Я там тоже делал несколько аранжировок. И вот этот, конечно, с ним мы идем очень много пожить. И записи, которые есть, мы с ним писали на мус-фильме. Это партия рояля, это видео. Я, где-то 15 лет назад, когда я учился здесь, у Кирилла Евгеньевича, Волкова. И однажды я ему спросил, Кирилл Евгеньевич, было легче жить до окончания СССР, как музыкант, как композитор? Было легче попросить, чтобы вы играли вашу музыку? Было легче ее слушать? Или сейчас намного... Сейчас по-другому может быть, а сейчас лучше, сейчас хуже? Я помню это. Он был в печали. Он сказал, что тогда было намного легче. Потому и потому. Его мнение у меня есть в голове. Я хотел спросить то же самое у вас. Вы же тогда и после. Сегодня уже после. Как была эта организация для музыкантов? Особенно для композиторов. Вы пишите музыку? Вы пишите музыку. И как это было? Я понял, да. Нет, ну сейчас конечно небо и земля-то. Тогда композиторы в масле катались, можно сказать. Потому что если я задумал, допустим, какое-то симфоническое произведение. Я подавал заявку министерству. Ее рассматривали, утверждали, давали аванс 25%. И бесплатно я мог в РУЗе спокойно писать в номере с роялем. Но, кстати, и в Таджикистане тоже в горных ущельях принадлежало несколько домиков с роялями к союзу композиторов. И ты всегда мог прийти за какие-то копейки, там, три рубляши за месяц, заплатить все это. И спокойно сидеть, работать возле речки. Течет речка. Я как-то даже попал. Все домики были пустые, я был один, но я ничего не написал, честно. Уж такой кайф. Паячка, да, выходишь с утра, все журчит, митички поют, и ничего. А вот когда какой-то такой, ты должен, тогда по-другому все. Так что это расслабуха. А после того, как сочинял, как сочиняли мульку, оркестры играли сразу? И как это было, чтобы быть в республике? Ну, дело в том, что когда я приехал в Таджикистан, ну, как я уже говорил, что я не принадлежал республике, я приехал и все-таки пошел в министерство. Думаю, может мне какую-то работу. А он говорит, ну, не знаю, мы когда закончили его. Я говорю, ну, я же все-таки его. Ну, у нас нет о вас сведений. Я говорю, идите сами устраивайтесь, где хотите. Ну, а так как я всегда любил кино, я пошел, любил кино и предварительно ездил в Таджикистан. Там был главный музыкальный редактор Геннадий Александров, очень хороший композитор. Все фильмы, он держал все в своих руках. И я к нему еще до окончания приехал и говорю, Геннадий Сергеевич, вот я бы очень хотел работать в кино, но что для этого надо? Для этого надо закончить концу, приедешь и поговорим. Ну, вот я приехал, поговорили. Он говорит, ну, мне, честно говоря, надоело уже работать главным редактором, столько отнимает сил. Я говорю, я лучше буду писать, а ты будешь работать. Мне нужен заместитель. Я говорю, но только условия. Ничего не говорить про мою музыку плохого. Я говорю, да вы что? Сегодня еще я просто благотворить буду. Ну, и вот так сразу, когда я попал на кино, когда меня с министерства отправили, я пошел на киностудию и попал в эту киношную струю. И поэтому с какой-то академической музыкой я особо не был связан. Там у них была своя жизнь в союзе композиторов, а киношники жили своей жизнью. Это совсем разные, в принципе, вещи. И, естественно, меня сразу стали посылать, ну, поначалу, как музыкального редактора, записывать музыку других композитов. Здесь, в Москву, на студии ЦСДФ, центральная студия была документальных фильмов. Там был очень хороший зал записи. Ну, а потом уже и на Москве. И так как-то я... Ну, в общем, один раз только я написал, помню, концерт-шоу для пленума молодых композиторов. Сразу только там так всем понравилось, закупили ее сразу за очень хорошие деньги. Но вот это был единственный случай, когда писал в этом направлении, в академической музыке. А так все время кино. А вот когда я приехал в Москву уже тут, мне как-то захотелось, и потом кино уже особо не стало. И как это было здесь? Нет, ну, здесь уже все, союз кончился. В принципе, союз кончился, кино кончилось, все кончилось. Я могу сказать, что в какой-то момент я здесь работал охранником в большом зале. Но это было хорошо. Потому что, когда я закрывал все двери, тушил свет, выходил на сцену большого зала, на меня смотрели все эти композиторы. Я садился за шикарность. Играл. Так что в этом тоже есть хорошая история. Понятно, понятно. Отлично. А сейчас здесь где работаете, чем занимаетесь? Нет, ну, я могу сказать, что вот этим охранником я работал после того, как мне пришлось лет пять поработать пианистом в ресторане. Ну, это был хороший заработок. Была хорошая работа. И она была хороша еще тем, обычно играешь, когда все жуют там, рядом с тобой, все это не очень приятно. Олимпик Пет, это, она находится на проспекте Мирово, очень шикарное венское кафе. И там на втором этаже, за белый рояль, а они все там внизу. Ух, это было хорошо, играешь все, будешь. Под компот. Для покупки Мирово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok